здравствуйте друзья сегодня вторник сутричка а если вы помните в четверг на прошлой неделе англичане голосовали за то чтобы покинуть европейский союз и надо сказать что это было настолько неожиданно решение в итоге неожиданно и так много всевозможных осложнений с этим связано ну как бы сложный процесс сложные отношения и эта тема англичане и вот что дальше будет доминирует сегодня новостные такие порталы и там всюду-всюду она как бы других новостей уже почти не осталось и это оказалось такой бесконечной темой где помимо чисто экономического возникают вопросы взаимоотношения как бы народа и власти протест протестности которая вдруг выливается вот в такие неожиданные вещи ну и пошло и поехало в общем я подумал мы может быть пару слов на эту тему тоже скажем хотя вот я тоже делал видео на той неделе где давайте тоже издалека начну когда я был маленький ну и так скажем подростком был 60-е годы я очень хорошо помню тогда не было евросоюза вот как сейчас да а тогда были страны общего рынка страны общего рынка их было шесть германия франция италия такие киты большие страны и три маленьких вот тоже называется бенелюкс бельгия нидерланды люксембург люксембург совсем как бы крошечный вот эти шесть стран и у них был вот некий общий рынок в то время вообще трудно было понять зачем это они и в чем смысл от общего рынка и так далее но вот сегодня можно как бы все живем в капиталистических экономиках таких мы понимаем о чем идет речь и италия и франция и германия это страны не просто из десятки мировых экономик они там вообще на хорошем месте значит теперь что еще сказать если добавить к ним великобританию то это уже рынок допустим вот вот мы в сша у нас общий рынок да у нас вот все штаты их там 50 разного достоинства сказать по размерам разных экономик тогда у нас вот общий рынок да у нас нет тарифов при торговле между штатами там и так далее так вот они вот что-то такое хотели сделать и сделали и надо сказать что даже если бы это были только четыре страны но крупные вода то есть англия франция италия и германия это уже рынок не то что сопоставимая практически равный американскому и по количеству людей которые в этих странах живут вот и там по оборотам экономическим и так далее сегодня когда вот эти 28 стран но вот с великобритании 28 у них 500 миллионов населения это в полтора раза больше чем соединенные штаты пойти то есть это рынок экономически это как вот как одно государство да фактически получается вот там народ движется без без визово может работать в любой стране то есть действительно вот как бы такие соединенные штаты европы как бы так получается при всем при том что там конкретно штаты имеют гораздо больше может быть полномочий чем например сша хотя я точно не знаю но но безусловно и сша тоже у нас есть свои законодатели правда то есть всюду свои законы и там тоже но здесь как бы язык один культура в общем-то одна более менее идем демография при всех различиях тоже более менее то есть как-то все-таки это больше одна страна вот история традиция культуры тогда все это отличается вот они хотели такие соединенные штаты европы фактически создать и создали сначала на чисто экономическом уровне потом ведь как у них уже и до политического дошло уже там министры общий там на всех ну вот и великобритания в этом деле пробыла 41 год и конечно сегодня мир не такой как был во времена королева виктории знаете когда великобритания сама по себе была чем-то очень-очень мощным потому что рядом были какие-то еще там страны которые иногда поднимались иногда опускались там всего разных причин в военном отношении в экономическом политическом сегодня евросоюз проводя единую политику причем там все-таки действительно там такое большое население и все такое экономика очень мощно евросоюз но здесь евросоюз и соединенные штаты есть много разных стран которые как как бы по одиночке хотя тоже они пытаются где-то как-то сбиться в кучу да то есть вот допустим этот брикс там до китай россия бразилия индия то есть тоже достаточно мощные экономики не это не не страны там третьего десятка или пятого нет вот китай 2 до в мире бразилия там тоже где-то она 10 награ на грани десятки и россия тоже и так далее то есть тоже достаточно мощные экономики они тоже пытаются сбиться и как-то вот какие-то такие выгоды приобрести последний проект я не знаю чуть чуть теперь дальше будет но последний проект был я все жду когда это произойдет потому что уже давно об этом разговор идет и подготовка идет это общий рынок сша и стран евросоюза то есть это тоже достаточно сложный в подготовке процесс но они собирались сделать общий рынок на нас тут на всех чтобы вот без там таможенных байеров там и так далее но есть есть много вопросов которые надо утрясти прежде чем это произойдет и я подозреваю что у них сейчас как как немножко тормознется с этим брэкзитом хотя процесс очень-очень вечно в экономическом плане очень сильный до он в некоторой степени напрягается допустим тот же китай да потому что создает льготные условия для торговли между этими странами а китай не является там членом этого дела соответственно и льгот этих не имеет и так далее то есть в общем много интересных процессов давайте мне придется видимо камеру повернуть на ту сторону там солнышко отвернем по процедурам которые заложены там эту статью 50 устава евросоюза там два года значит дается на то чтобы страна могла выйти это предусмотрено можно выйти пожалуйста значит но для того чтобы процесс начался нужно сделать формальное заявление и тут тоже очень интересно получилось потому что а кто должен делать формальное заявление значит нынешний премьер который уходит вот 2 сентября там уже выборы они назначили значит и сказать так до 2 сентября должно произойти значит он говорит ну а чё я мое мое дело так спокойную так сказать спокойный переход из ситуации в ситуацию а я же не буду этим заниматься это уже следующее правительство пускай занимается поэтому еще несколько месяцев не будет подано официальной заявки рынки пока что сыплются потому что неизвестность там кроме неизвестности есть очень много известного то есть есть очень многие вещи которые известно что придется переводить допустим персонал крупных финансовых организаций которые сейчас в лондоне находятся их придется куда-то переводить уже ирландия там шустрит гайдать к нам там мы тут вообще к америке близко американские компании которые делают бизнес в евросоюзе им придется с этим делом что-то говорить и делать уже я слышал там вот я не помню какой компании там начальник выступал говорит что от 1000 до 4000 рабочих мест придется вывести из лондона и куда-то им перебрасывать просто в силу характера тех операций которые они ведут поэтому лондон как раз голосовал существенным большинством за то чтобы остаться так вот то есть какие-то вещи уже понятно что произойдут а какие-то вещи непонятно и вот эта непонятность она пугает больше того к непонятности добавляется фактор неопределенности во времени то есть при всем при том что за два года должен произойти вот этот выход развод официальный там так много сложных механизмов что люди разные сейчас выступают и говорят что вот отцы в оценках они сходятся что это займет четыре пять лет не меньше 45 лет будет состояние какой-то такой неопределенности ну или скажем так может быть сейчас неопределенности очень много там через два три четыре года будет меньше но все равно она как-то будет висеть и вот эта неопределенность она народ пугает люди перекладывают денежки во что-то более спокойное золото золотишко вверх пошло такой универсальный сохранитель богатства не приумножатель но хотя бы сохранитель золотишко вверх пошло некоторые говорят что надо не золото покупать а доллары вот значит типа доллар он еще безопаснее чем значит золото по всем случае я не хочу сказать что все так но вот есть люди которые так говорят такие имеется серьезные там менеджеры финансового рынка с четверга до сегодня до вторника значит что произошло четыре триллиона долларов четыре триллиона долларов потеряно на планете в стоимости активов всевозможных в разных странах речь не идет специфически его великобритании и речь не идет о то что у нас называют green money это не кеш это активы то есть стоимость активов упала вот те кто держал например там английские фунты значит у них на 10 процентов упали активы да там или сколько там уже 11 не знаю вот те кто держал там какие-то другие я не знаю что и валюты тоже многие попадали до евро упал вот кто в евро держал да там пять процентов потерял опять я не слежу но первый день там было пять процентов поэтому частично наверное это как-то восстановится если сценарий такой что в первые там пару дней в основном люди там значит раны зализывали а потом начнется восстановление есть другой подход как говорят это только начало это только начало представьте себе что вот допустим сейчас шотландия проголосует за то чтобы выйти из соединенного королевства тогда чё начнется да на фоне этого всего надо сказать совершенно очевидный кризис политического такого руководства значит сыпятся партии там выражаются недоверие вот сегодня значит вот он недоверие получил председатель либо риской партии они тоже вроде бы они там как бы за то чтобы остаться но вот вот то как он это делал значит и премьер-министр камерон который сам собственно этот референдум назначил ну то есть он обещал там два года назад или там когда он там в тринадцатом году он обещал что будет такой референдум но уже если ты его сам назначаешь и сам проводишь что ж ты вот так бездарно то провел такой харизматичный такой душка ну прям горбачев но прям клинтон понимаете у них сейчас харизматичность она вместо компетентности и на свою голову значит вот в общем чего тут сказать да а ведь которые победили а у них плана то никакого нет не то чтобы они знали что они хотели делать дальше и они так они говорят да ничего страшного мы же в европе но мы выйдем из этого союза но мы вот это мы хотим это мы тоже хотим вот это вот все что нам нравится мы мы совершенно не собираемся от этого отказываться мы будем там так вот это возьмем это не возьмем и значит сегодня с утречка анджелы меркель она выступала перед немецкими законодателями в бундестаге и она сказала что мы мы не пойдем на вот этот вот черепикинг процесс черепикинг вишенки выбирать до начинается мы 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 этого не дадим чтобы они там это вот ходили выбирали это то берем это не берем не хочешь не надо то есть к чему я говорю нету нету никакого плана у них и нет никакого видения вообще то есть они конечно приняли на себя как бы до сказали мы решение мы сможем мы приведем мы вот сейчас и вот это мне напоминает обама с его этим чем чего какой чем он дышит с ерундой всякой чем и дальше каждый понимал какой-то чем как он понимал и голосовал за обама вообще не имел в виду ничего такого просто лозунг хороший ему там ребята подсказали и он вот с этим лозунгом и вот мы как бы видим очередной раз вот это отсутствие лидеров мы видим расстройство толпы и мы видим как толпа начинает бунтовать и в принципе всегда когда толпа бунтует она бунтует себе во вред потому что то что потом происходит гораздо хуже чем то что было до того обычно так бывает но вот в семнадцатом году мы знаем вот к чему привело с гитлером тоже какая-то новая партия никто вообще не знает какой-то человек там какая-то партия несколько лет существует раз гитлер я с иранцем одним беседовал но это было 20 лет назад еще более свежевали воспоминания а как этот хамини то у вас к власти пришел мулаут этот он вид ты понимаешь он говорит шах он был довольно либеральный но при этом строгость тоже проявлял то есть вот там мог кого-то посадить мог кого-то и по виде казнить тоже мог но если там уж совсем черт вот и либералы шаха не любили а хамини во франции было в изгнании там его никто собственно и не знал что там какой-то хамини но когда им говоря кто хамини они говорят да какая разница как хуже шахта быть не может хуже клинтон не может сейчас никого быть понимаете сейчас вот трампа им надо им хамини не хватает вот те трамп вместо хамини вот тебе этот борис джонсон который это челюсть уронил и что делать не знает все кричал брэкзит брэкзит там give give our country back ну получите ваши кантри что ты с ней делать теперь будешь вот вопрос понимаете очень а у меня ответа нет он он вроде как победить победил а дальше не знает что делать неожиданно как-то победил он же тоже может быть не имел в виду я не знаю так он может быть так для политического веса может быть так все опросы говорили что это невозможно так он он не всерьез понимаете все эти клоуны они же не всерьез а вот а дальше им надо все это расслабить да поэтому интересно получается и очень многие люди сейчас проводят аналогию между трампом и значит тем брэкзитом не в том смысле что трамп это решение какого-то не было вопроса это это абсолютно ерунда это это заменить там клинтон на трампа это все равно что насморк заменить на там рак но но понимаете когда люди устали от простуды и от насморка у них время сноса течет и они уже не не думают о том что рак это хуже они говорят все что угодно лучше чем когда из носу течет и вот в этом в этом смысл популизма в этом смысл гитлера в этом смысл там трампа в этом смысл хамини там и все это уже лучше что вот вот хуже чем вот этот насморк быть не может может ампутация может быть хуже всего носа и там носоглотки в общем что тут сказать очень много сейчас идет рассуждений на тему а а население которое обозлилась которая не доверяет политикам которых они которые я на это население достали политики и чего теперь с этим делать потому что совершенно очевидно что вот эти элиты элиты у них ответа нет они давно перестали быть лидерами они они никуда не ведут никого они свои вопросы какие-то решают а принципы каких-то кричат и там чего-то и я не знаю я когда вижу людей которые там вот у нас там за демократов чего-то такое кричат руками машут или там в смысле не за идеи демократической партии а вот за конкретно партию там за чиновников там за кандидатов или там за за республиканцев и так далее я вот слушаю их и думаю знаете как хочется словами шекспира сказать чума на оба ваши дома понимаете и маке да и мантеки и капулете понимаете кто из них лучше то там там в общем вот такой интересный момент мы мы живем в интересное время такое кризисная переломная и западный мир вот как бы вот эта цивилизация должна выйти из этого кризиса куда-то в новое понимание в новое понимание в новое осознание того как как над жить вот поэтому ну а мы чего мы наблюдаем правда у нас же не то чтобы так было много рычагов то есть конечно мы можем на выборы сходить там без вопросов мы обязательно сходим когда вот в ноябре дойдет до выборов обязательно сходим проблем только в том что получается надо либо один за чумовой дом тебе предлагают либо 2 чумовой дом этим то есть проблем я думаю что решение на самом деле например могло бы быть не в том чтобы голосовать за мантеки и там капулете а может какую-то еще партию надо за которую можно было бы спокойно голосовать просто приличные люди были приличные уже того же так не важно это республиканцы демократы там кто не там просто чтоб приличные чтобы не сволочь не уроды давайте где где найти такую партию чтобы вот не сволочь и не уроды ей руководить как как сложно сложно становится да ну ладно значит короче наблюдаем и мотаем на ус во всяком случае масса информации для осмысления так что наблюдаем счастлива